Дорогие друзья, как вы заметили, у нас на канале очень много видео, связанные с районами нашей необъятной области. Конечно, большинство контента о районах нашей области носят негативный характер. Действительно, в тех селах, которые мы снимали, бардак и какой-то беспредел. Взять тот же Новый Колтон Астраханского района, Вознесенку с Буландинского района, либо вот Мариново, Кусатбасарского района, сам город Макинск в Буландинском районе тоже. Мы снимали видео о заводе, который отравляет жизнь местным жителям. Все ссылки на эти видео мы оставим в описании к этому видео, обязательно посмотрите их. Однако, есть и положительные примеры, где в селах живут очень даже хорошо. Это, например, село Заречное в Ясильском районе. Это видео мы тоже тут оставим. Сегодня контент немного другой. Сегодня мы расскажем вам о поселке Ишимское, что находится в Жаксынском районе Акмолинской области. Еще немного из истории. Поселок Ишимское раньше был передовым поселком. В нем было все. Село раньше могло жить автономно. Своё государство, да? Своё производство. Да, да, да. Плюс своё представительство в Москве в виде павильона на ВДНХ. Да, да. У нас ещё кирпичный завод свой был. Кирпичный завод. Ещё этот, шифер. Шифер, шифер делали. Всё было. Вот этот вот забор, который вот сейчас... Ну, я смотрю, у нас тут выливали, даже всё ставили, тоже всё здесь делали. Который бетон стоит. Макалоки всё делали. Всё делали. Всё было всё своё. Сопос мог бы жить, радоваться и не оградываться назад. Всё было здание. Но потом наступили 90-е. Ну, на 90-е времена. У нас даже было вот это вот здание, я не знаю, были в центре Сапету, где было. У нас получается как? Вот своя была вот учебная часть. Вот, после 8-го класса у нас выходили туда ученики, учились на трактористов, на шоферов, на строителей, на швей. Всё обучали, получали корочки, все работали. У нас даже своя музыкальная школа была. Была фортепиано, дамбра, баян. И учителя были. И учителя были. Обалдеть. Своя была агитбригада в пассивную, в уборку. Агитбригады ездили по полям, делали концерты и всё остальное. У нас даже своя была группа, ВИА-группа. Ребята на гитарах, на барабанах играли. Всё было. По крайней мистерамитарной. Да, 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 да. По-быстрому хотела сказать, что это звонит. ВЕА. Теперь у нас дискотека была. Вы не поверите, у нас какое-то там большое фойе было. Вы не поверите. На праздники, на дискотеку, у нас было так просто не зайти. Ну вот, хотя у нас молодёжь была, у нас на дискотеке вот так мы стояли. Потому что было не размахнуться. Вот это фойе было полностью молодёжью забить. Кроме того, что местные свои у нас ещё приезжали. С Кимы, с Запорожья, с Дружбы, с Донского. Это всё было у нас. У нас учеников раньше было 600 человек. Учеников. У нас были классы А, Б, В, Г. Представляете? Сколько было всего. А мне воспоминания осталось. И ностальгия по тому времени. Вот и всё. Про это село мы снимали два года назад. Дело в том, что там пришёл инвестор в лице ТЛО «Ибранагра». И у него не сложилось с местными жителями. Получилась небольшая конфликтная ситуация, в которой мы тоже разбирались. Однако сторонам конфликта удалось договориться. И вот прошло два года. И давайте посмотрим, как живёт посёлок сегодня. Да, вот ещё. Подписывайтесь на наш канал. Жмите лайк, колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. У нас будет очень много контента о нашем регионе, городе, области и стране в целом. А также мы открыли донатную линию поддержки канала. Поддержите нас, кто чем может. Мы будем рады любой вашей поддержке. Омур Серик, мы были в 2020 году. Это два года назад. Здесь и тогда разбирали эту конфликтную ситуацию, связанную с Ишимским, с пайщиками. И то, что тогда корпорация Алиби Агра кинула, скажем так, заложила их паи. Как сейчас обстоят дела? Обстоят дела. Как конфликт разрешился? И разрешился в нём вообще до конца? Да, в 2020 году конфликтная ситуация тут возникла по причине того, что в 2019 году мы зашли как новые инвесторы. Для местного населения никому неизвестны. До этого было ТО Алиби, которое в своё время заложило эти земли в банк. В дальнейшем потом банк просто реализовал его как залоговое имущество. Ренат, вы, наверное, как бы не со стороны знаете, а прямо же приезжали. Ну да, я вот поэтому и спрашивал. У меня был разговор касательно этого вопроса. Народ поднялся и в 2020 году, в сентябре месяце, и требовал смены инвестора. То есть хотели нас убрать и оставить других. Причину я вам скажу, потому что им удобно было жить с Алиби, работать с Алиби. У Алиби хозяйство большое, где-то они не доглядывали. То есть была возможность где-то заработать незаконным путем. Но мы, так как у нас маленькое хозяйство... То есть факты воровства были? Факты воровства были, да. Но это и в 2019 году были факты и заявления. Я писал, как бы, ну, все это на тормозах спустили. И этот... Ну, в конечном итоге мы остались тут как инвесторы. И до настоящего времени, вот сейчас уже сколько... Полтора года мы отработали. В 2021 год мы посеялись, убрались. В 2020 году, в этот же год, когда конфликтовая ситуация была, мы все зерно свое вывезли, технику свою вывезли. Те паи, которые для пащиков, которые выдавало еще со времен Алиби, шло, мы их закрыли полностью. То есть, несмотря на то, что вы никому ничего не должны, вы все равно отдали эти паи? Мы отдали эти паи, да. И теперь, получается, в 2021 году мы посеялись, убрались, по итогам заплатили заработную плату, обеспечили местное население работать полностью. Да, и по результатам 2021 года, несмотря на то, что год был засушливый и сложный для нас, да, у нас были большие займы там, несмотря на это все, мы вышли с предложением в Акимат, сельский Акимат, о том, что, смотрите, у нас вообще в Алиби 309 пащиков. 309 пащиков. Если здесь, допустим, из них большая часть процентов, больше 70 процентов, они не проживают здесь на селе. И они, то есть, в городе живут. А на селе сколько? А на селе, я не знаю, процентов, может быть, 25-30 оставшихся пащиков есть. А остальные все это либо пащики, которые лишили своих, допустим, в другую ты уступила и лишили своих. Либо они никогда вообще не пащики, они приезжие отсюда, то есть не местные. И теперь, получается, здесь домов, вот село Ишимское, два его отделения, это Казахстан и Монастыр, в общем, составляет 294 дома. Примерно такое же количество, как и число пащиков у меня. Я вышел с предложением в селе Акимат и сказал, зачем мне раздавать кому-то, тем более вот эти 70 процентов, которые уехали отсюда и не проживают, являясь пащиками этой Алиби, они продавали эти паи свои местным то ли крестьянам, то ли животноводам. Получали деньги и все равно продавали. Они просто деньги зарабатывали. И поэтому мы пришли к такому, что давайте местное население поддержим и давайте мы прям подворно раздадим по тонне ячменя. 300 домов и всем 300 по тонне. И всем 300 мы раздали по тонне. Получается, 300 тонн ячменя... Это сколько денег? Это в деньгах, если, допустим, я даже продал бы по 100 тысяч тенге, это 30 миллионов тенге. 30 миллионов тенге вы просто раздали людям? 30 миллионов тенге мы просто подворно развили. Я знаю, здесь даже где-то 4 или 5 домов было, которые сами приходили и говорили, вот мы скотину не держим, можно мы соседу продадим за 90 тысяч, а на эти деньги мы уголь купим. Ну, как бы, да, без проблем, конечно, не против. Ну, мы просто... Они хотели, чтобы мы завтра не узнали и потом как бы их не убрали со списка. Поэтому они хотели быть честными с нами. Ввиду того, что у прошлогодних событий... Ну, сейчас более спокойно, скажу, обстановка более спокойная, стабильная. Потихоньку развиваемся. Сейчас государство уделяет большие средства и силами спонсоров делаем, развиваем силами. Ну, я вот заметил, да, вот мы сейчас, допустим, разговаривали с ТО, Эмран Агр, с представителем, с директором, с Умерсериком непосредственно. Видели, как строится мечеть и заметили, что возле мечети, недалеко, уже делается дорога. Это в рамках АОБСГ, да, у вас делается? Нет, в эту программу, к сожалению, мы и второй год не проходим. Но это за счет областного бюджета. Выделили с областного бюджета проект стоимостью 120 миллионов. Это Бралина Уртазина улица, как раз нашему герою соцтруда в этом году, столетие с рождения. И в связи с этим вот асфальт будет проложен. Базовые проблемы всех поселков – это вода, в первую очередь, электричество с этим связано. Как здесь это состоит? Так, электричество стабильное, но как везде, по погодным условиям есть перебои маленькие, но сразу стараемся устранять. Мы всегда на виду, на связи у населения 24 на 7 с водой. И, конечно, у нас была большая проблема до 2021 года. У нас не было центрального водопровода. Но до этого у нас вот у Ишимастых, сейчас и Мранагра подвоз воды всегда осуществлял. Всегда был подвоз водой. И сейчас у нас, получается, в селе Ишимское уже с 21 года, это 16 декабря, централизованный водопровод. А в село Монастырка у нас подвоз воды. Подвозят у Ишима, и Мранагра, это 110 человек. Как село сейчас и жители синхронизируются с работой ТО, насколько сейчас налажена вот эта связь между населением и непосредственно ТО Ишима, и Мранагра. Потому что мы бываем по многим селам и видим везде по-разному этот момент происходит. Как происходит здесь непосредственно в Ишимском? Так, у нас в этом плане, как мне известно по данным, села Ишимское, в ТО и Мранагра работают 77 семьи. Это в семье там могут даже 2-3 человека, и жена, и сын, и муж работать. Работу обеспечивают, кто просится, всех берут на работу. В основном у нас 40 предпринимателей, 28 крестьянских хозяйств, и самозанятых в основном очень много у нас. Сильного оттока нет, пока все стабильно. Вот в 90-е годы был сильный отток, да, если у нас там было тысячу дворов, сейчас, естественно, меньше, двое даже, втрое. Но сейчас стабильность есть максимум в год, если, знаете, перекрывается, если, например, в год там 2-3 семьи уезжают, то переезжают, и есть такие, которые возвращаются с городов, обратно же. Это очень радует, да, мы их очень приветствуем. Обеспечивает их работа, допустим, Якимат или ТО? Ну, стараемся, по мере возможности, да, помогаем. С руководством ТО вы на связи постоянно? Постоянно на связи. Без проблем? Без проблем. Что не прошу, какое отношение не пишу, всегда поддержка колоссальная, потому что градообразующие, что у нас в силе, поддержка есть колоссальная, и оно чувствуется. Может, это кого-то злит, но в данное время поддержка все есть. А есть люди, которых это злит? Ну, есть такие, да. Даже такое было? Вот сегодня только приехала, Жаксов не успела понять, что почем, они уже ворвались, там, кто там снимает, что снимает, а хотя приехали дорожники ко мне, подрядчики. А, они про нас спрашивали, кто снимает, что снимает? Ну, я их так у себя называю, активистами села. А сколько таких людей? Ну, их 10 наберется, нет. 10, это получается такой вот круг недовольных, скажем так. Они существуют, они до сих пор ходят, жалобы пишут, да? Жалобы пишут, не пишут жалобы, ну, не знаю, недопонимание, я так понимаю, с обеих сторон. Скажем так. Когда можно было бы за круглый стол сесть, поговорить, все недовольства выговорить и договориться. Мне кажется, по моему мнению, чисто это решаемое все. Это вот тот остаток после событий 2020 года. Те люди, которые остались, как бы, как они считают, не у дел. И с тех пор вы наладили с местным населением, я так понял, отношения? С местным населением, да, отношения мы наладили. Пекарня, вот у нас, социальный, допустим, цех у нас, производство, она работает по настоящее время. Хлеб мы продаем по 70 тенге, на тот момент продавали, сейчас подняли мы, мы до 80 подняли, сейчас до 100 тенге подняли, потому что реально цена муки очень дорогая у нас. У нас работает спортивный зал, который отапливается, содержится за счет ТО, но дети тренируются, и школьники, и сельские жители, сельские дети тренируются, и ни копейки за это не платят. Мы даже и мечами полностью не царем обеспечиваем. За зал молодежь не платит? Нет, нет, нет. Это все бесплатно? Все бесплатно. Вот обратите внимание, смотрите, покрытие здесь, капец это, у нас в городе один зал с таким покрытием, в Кахшетау, больше нету. Да, да, это все бесплатно у нас. А здесь какие секции работают? У нас секции работают волейбол, баскетбол, футбол, и борьба идет. Вот, вот эти вот три. У нас просто не хватает часов, у нас начинается четырех часов дня, школа у нас до двух, там пол второго занятия, даже пол третьего занятия заканчивается. Все, и у нас четырех часов до десяти у нас забито. У нас времени не хватает. У нас, допустим, четыре часа до шести футбола, шести там у нас уже идет борьба, шести до восьми там идет у нас уже футбол, у нас не хватает времени. Нам столько положено до десяти, все. А здесь один только зал, да? У нас на втором этаже борьба идет. Но у нас получается Основная массовая нагрузка для борьбистов – это первый зал. Они бегают, занимаются, разминка. А так как у нас не хватает времени, мы сделали там второй зал. Там как бы занимаются. Ну, прям много молодежи занимаются. А потому что, не знаю, как правильно сказать, но Дом культуры, видите, в каком плачевном состоянии, молодежи деваться некуда. А время-то идет. Летом-то ладно, туда уехал, сюда уехал, где-то, где-то. А сейчас-то куда молодежи идти? Вот приходят все сюда зимой. Светлана Григорьевна пришла первая на прием, первый житель, когда вы сюда пришли, и попросила починить фонари. Да, мне два вопроса было, починить фонари, и потом здесь забор, говорит, лежит возле парка. Говорит, можно его поднять? Я говорю, да кто разговор сразу у меня тогда? Мой сейчас зам, на тот момент был прораб, мне его отправили, они сделали. Электрика отправила, они сразу свет подключили. Сразу, да? Моментально. Я всегда, вот в течение четырех лет, я всегда... Парыч, какие планы у вас? Что будет делать? В этом году у нас был такой разговор, я вам писала. Хотя мы не встречались, я вам написала. Парыч, рассказывайте, какие планы? Вы сами знаете, что я за деревенью болею. Вы мне написали, что планы построить мечеть. Остается смета на восстановление тонкой культуры. Единственный человек, передковник, краснеть не обладает. И поэтому я обещал с Наги Голин, поэтому сделал. И все, что тут делать, это заслуга, можно сказать с Наги Голин. Ладно, спасибо. Вообще, как село сейчас зажило? Проблема все равно осталась так, что нет для молодежи перспективы. Нет работы для молодежи. Молодежь, ну это везде, наверное, такая проблема, что молодежь уезжает в города, что не возвращается в деревню. Для этого это больная тема. Мне кажется, это везде такая больная тема. У меня вот самого сына уехал, потому что работы нету, как бы такой вот, это, постоянной. Мы держимся, потому что мы коренные жители. Мы родились и выросли здесь. Поэтому мы и болеем душой, мы и переживаем за деревню. Какая бы она ни была бы, она для нас самая лучшая. Все. Потому что мы родились и выросли здесь. Как бы там ни было. У нас было в свое время, у нас было все. У нас было и консервный, и теплица была, и кирпичный был, и дом культуры был. Мы процветали. И, в общем, на всех направлениях у нас все было. Это в 90-е началось? Да, да, да. Это вот когда пошла вот этот развал, когда вот, вот я же говорю, вот считаю, у нас какой-то фосс был. И зато все вывезли, все наостану, все построили. Так же порыть. Жалко, конечно, вот это вот жалко, что это все. Заставлять тяжело. А, да, ломать не строить. В те времена был принцип такой у людей. Ни себе, ни людям. Разобью, разломаю, но я тебе не оставлю. И вот сейчас, которые приезжают люди, вот кто-то там уехал когда-то, а теперь приезжают. О, а что тут, мол, такое? Слушайте, ребята, а кто это все оставил? Его уже принцип был такой. Ни себе, ни людям все разбивали. Теперь что вы удивляетесь? Мы и так стараемся сохранить то, что мы имеем. Все. Ты его помогает с инвентарем? Ну да. Ничего. То, что потребуется, да, что вот это все, да. У нас еще есть этот, только, правда, один раз проводился доп. андемии. У нас еще кубок по мини-футболу, вот его и мбранагра. Ну, мы его проводим после уборки, уже ближе к зиме. О, здорово. Вы нас произойдете на это мероприятие? Да, в этом году ваша саббота. Все, конечно, разговариваем. Просто по-человечески, ну, не знаю как. Вот в 20-м году, да, вот эта непонятка была, люди что-то начали там возмущаться, высказывать там против инвестора. Ну, я даже готов был как бы уйти, да, и сказать, да, без проблем, давайте, приведите инвестора ее. Уйду там, найдем другие земли, будем работать. Как бы мы же не бесплатно эти земли перепадаем, мы же за деньги их покупаем. Точно так же. Возьмите, верните эти деньги нам, мы пойдем в другое место и будем работать. Но найдется ли такой инвестор, который... Мы же тут родные, мы же местные вообще, жексынские. Поэтому у нас подход, вот, Григорий, он не даст соврать, правильно же, да? У нас, вот, соседние, допустим, или там другие олимпийские хозяйства, если взять, там ситуация совсем другая, плачевная. То есть там паи забирают, да, не выплачивают ничего? Да, у нас, несмотря на то, что у нас даже ни одного пайщика нету, в настоящее время я единственный учредитель. Ни одного пайщика нету. Но мы все равно стараемся местное население поддерживать и кормами, и сеном, вывозка мусора, благоустройством занимаемся. Мы сейчас разрабатываем с таким вам план по очистке поселка от мусора. То есть есть определенные большие кучи, которые... Вообще, честно слово, я вот завидую, по идее. У нас в городе никто мусор не выносит. Никто нам, тонну и чь меня не дает. Серьезно, у нас такого нету. У нас просто, напросто мы живем тем, что заработаем. Да, вот это социальная проблема, социальная проблема села. Мы живем ими, мы участвуем. Но кроме этого, есть же основное. Откуда мы питаемся финансово? Это выращивание сельскохозяйственной культуры. То есть пшеницы, да? То есть для того, чтобы урожай у нас хороший был, и чтобы мы могли силу помогать, нам нужно хорошее урожай получать там на полях. Поэтому нам нужно в первую очередь работать с землей. С землей, когда мы пришли, с землей здесь работа не проводилась вообще. В 2020 году мы не посеяли почти 5000 гектар, и мы полностью их просто пахали. Дороги чистятся полностью, и как и проезды до монастырки, потому что у нас в монастырку, это село недалеко отсюда, это отделение, потому что у нас туда подвозится этот, как его, хлеб подвозится. Два-три раза в неделю. Мы привозим хлеб туда и продаем. Это же центр сельского округа, да, получается? Да, это центр сельского округа. Помогаем школам, как и в летний период, этим летним пришкольным лагерям, так и в зимний период, и по питанию помогаем, и в празднованиях. Вот по району у нас всего две школы, которые по окончанию школы выдают свидетельство о предсвоении рабочих специальностей. Это швея-моторист и тракторист-машинист. Ну, тракторист актуальна для этого региона. Для совпадения. Девочки швея, а секретарь-референт еще три специальности. А вот у нас сейчас в последние годы, ну, как-то, наверное, не знаю, не отслеживала, но вот, которые вперед, Ричард, Виктор, они вот у нас ежегодно, ребята человека два-три, не едут ни поступать никуда, ни сразу. Мы будем работать в ТО. Идут на технику. Нравится вот новая техника у вас, великолепная. И работают. Это кабинет машиноведения. В этом кабинете наши ребята получают профессиональную подготовку. По окончании школы им присваивается, мальчикам присваивается категория тракторист-машинист. Это трактор в разрезе, двигатель его. В этом кабинете также вот можно увидеть дорожные знаки. Они изучают полностью. И по окончанию школы ребята уже полностью готовы для работы у нас в хозяйствах. С удовольствием наши выпускники идут работать в хозяйстве. Хлеборов всегда была актуальна и будет самой актуальной и нужной профессией. Тем более в вашем крае. Тем более в нашем крае. Сколько вы уже трактористов воспитали в этих стенах? Ой, это даже трудно сказать. Вот все ребята, которые сейчас работают, они все вышли вот с этого кабинета. Я просто могу сказать, даже последние, самые-самые молодые. Это Ричард Витя, Шокижанов Данияр, Кравцовы. Они династийные, потомственные трактористы. Вот родители их. То есть в селе прям механизаторы, они династиями целыми живут? Да, династиями. У нас целые династии механизаторов. Сумские. Сумской отец механизатор, Сумской Петя тоже выпускник нашей школы. Великолепные ребята здесь. Это здорово. Я первый раз вижу, чтобы в сельской школе был такой кабинет. Нет, еще в каком состоянии? Здесь покрашен. Да, да. Я когда первого зашел, я вообще... Конечно, мне хочется, чтобы наше село жило, процветало, развивалось, чтобы люди здесь жили всегда. А для этого традиции надо продолжать. У нас работало три сезона пришкольного лагеря. Естественно, в пришкольный лагерь летом проснуться, прийти, отдыхать, просто так, но не каждый проснется. Поэтому я обратилась к кому-то в Серику за спонсорской помощью, чтобы хотя бы чем-то покормить детишек. С удовольствием все три сезона отработали, спонсорскую помощь мы получили. То есть за счет ТО кормили детей? Да, за счет ТО кормили детей все три сезона. И с удовольствием ребята ходили. Ну, с финансированием с бюджета, естественно, конечно, выделяется. Выделяется на текущий ремонт, на следующий год мы ожидаем капитальный ремонт, проектно-смертную документацию в этом году будут делать. Это за счет бюджета? За счет бюджета ждем. Но помимо этого, конечно, есть множество проблем. Мелкий ремонт, благоустройство. Вот сейчас мы хотели бы вот здесь, вот сами видите, я бы была бы очень рада, чтобы дети 1 сентября пришли, была какая-то брусчатка или положили новый асфальт. Ну, вот по благоустройству тоже цветы мы ссадим, водопровод к нам провели. Ну, вот тоже подвезти бы каждой грядочкой, чтобы легче было поливать. Ну, вот такие... Ну, я так понял, у вас с ТО взаимоотношения наладились очень хорошо, да? Да, да. ТО, как бы там, какие бы там вопросы ни были, с самого первого дня прихода нам не отказывали в посильной помощи. Новогодние подарки мы получали, спонсорскую помощь, вот там, допустим, мыло жидкое, антисептики для рук во время пандемии. Естественно, бюджет выделял, но огромное количество вот этих средств нужно было, чтобы обеспечить детей бесперебойно. Нам в этом плане тоже всегда помогали. То есть и продолжают сейчас помогать? И продолжают помогать, да. Ну, я так понял, у вас такое содружество, они вам помощь, а вы им трактористов и механизаторов. Да. Получается так? Да, получается так. Взаимная помощь. Праздников. Ну, скажем так, социалку вы полностью закрываете? Социалка 100%, мы никогда не отказывались от этого. Там есть какие-то определенные меморандумы, которые мы подписываем, но это нужно для них, да? Но мы без меморандумов даже выполняем то, что там сверху. Ну, это же очень важно для населения этого и в первую очередь для ТО, потому что все трудовые ресурсы отсюда терпаются. Так ведь? Ну, конечно. Но так как мы здесь делаем для населения какую-то социальную программу мы тут разработали и хотим дальше двигаться по этой программе. А вообще в планах? Что? Какие в планах? В планах у меня вообще изначально было, я не говорю, очень изначально у меня было создание определенного фонда. Фонда, куда и местные там сельхозпроизводители, кроме нас, еще есть крестьяне. И мы в том числе, как бы, если мы в общем бы вкладывали, допустим, с уборки, сделали какой-то фонд на развитие именно вот благоустройства поселка. В дальнейшем, чтобы эти через местное сообщество это как-то распределялось. Ну и контроль, соответственно, там будет два-три члена, которые там, допустим, основные, которые потом контроль ввели. У нас сейчас необходимо, ну, что нету? Детской площадки нету, надо детскую площадку строить. Надо строить какие-то, как его, вот этот, как его, воркаут площадки, да, тоже для ребят, которые занимаются. Ну и, как бы, парков элементарного нету. Вот это все, все можно сделать, это все воплощается, это недорого, в настоящее время это все доступно. Вот сейчас видели, да, мечеть начали мы строить. Я так понял, это первая стройка в поселке за много лет? Ну, такая стройка, да, это, вот в этом году, 24 июля, мы здесь торжественно начали строительство такого культурного центра, и мы дали имя здесь местного выходца с этих краев, который, как бы, придал известность этим краям, еще мысль, это Балбек Батыр. Здесь есть его Мазар, он считается исторически, это суперючай, то есть. Енді, бұл, энд Аллаң неу, ой, Аллаң неу, аны, халық көптен беру, ойзі ансаб жердек, осы бір мешіт керек, бір мешіт керек деп. Бұл, Емрамға, Аллаң нұржаусын, рахмет айтамыз, халық натынан. Энді Аллаға шкар, Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok